Итак, журналисты Центра Досье нарыли, я бы сказал так, огромный пласт информации о путинских внебрачных детях. О старшем сыне Иване, которого Кабаева российская гимнастка родила от Путина в Швейцарии в 2015 году, и о младшем Владимире, которого она же родила в 2019 уже на территории города Москва. При этом очень часто циркулирует информация о том, что у Путина и Кабаевой трое детей, но судьба третьего ребенка, если таковой есть, пока что неизвестна, уверен, что журналисты копают и в этом направлении. Ну а пока что известно очень многое об этих двух сыновьях, об Иване и о Владимире, какой жизнью они живут. Довольно безбедной, довольно роскошной, однако законспирированной, под вымышленными именами и фамилиями, как, впрочем, и все дети Владимира Путина, и старшая дочь Мария Воронцова, и младшая Катерина Тихонова, и, быть может, еще ряд других детей Владимира Путина от других женщин, от той же кривоногих. Они живут так, как агенты, российские агенты-нелегалы, агенты разведок Российской Федерации за пределами страны. Также живут и дети Владимира Путина под абсолютно поддельными документами. Кстати, у них и поддельная мама. Их мама во всех документах это сестра Алины Кабаевой. Однако, на самом деле, их родная мать, конечно же, российская гимнастка. Живут они на территории Валдая, одной из резиденций Владимира Путина. Живут абсолютно безбедно. У них есть собственные яхты, у них есть собственные самолеты, у них есть собственные поезда. На транспорте общественного пользования, в общем транспорте, эти дети не ездят, они им не пользуются в целях безопасности. На территории Валдая у них есть целый отдельный центр по обучению, специально для этих двух сыновей, Владимира Путина и Алины Кабаевой. У них есть отдельный ледовый комплекс, где они тренируются, пускай и редко, отца они видят крайне редко, с Владимиром Путиным. Во всяком случае, это делает старший сын Владимира Путина. Ну и самое интересное, им, конечно же, приводятся гувернеры и приводятся в первую очередь учителя английского языка. Однако, эти носители приезжают не из Штатов, не из Британии, не из Австралии, Новой Зеландии или какой-то другой страны. Они приезжают из Южноафриканской республики, потому что Владимир Путин считает, что ЮАР это дружественная страна, и его дети не получат загаженных прозападных мозгов. При этом, примечательно, что сам Владимир Путин указал об этом в Монголии, при этом он в Улан-Баторе, его дети, намекая на этих двух сыновей, эти двое мальчиков, уже изучают и говорят на китайском языке. Это означает, что Путин готовит и свою семью, и своих детей, да и всю Россию к китайскому, прокитайскому будущему. Абсолютно ордынскому, а не западному. Также примечательно, что гувернеры, учителя не имеют права общаться с этими детьми вне уроков. Тут есть отдельно взятые помощники, которые их ограждают от этих детей, от дурного какого-то влияния, от того, что какая-то информация просочится, и эти дети эту информацию услышат. Ну и очевидно, что на счетах этих детей уже есть десятки и десятки миллиардов долларов, и что у самой Кабаевой, и у ее родственников, и у ее детей абсолютно будет светлое будущее на территории России, во всяком случае, пока ею правит Владимир Путин. Вот такая вот информация появилась от центра досье, и мы ожидаем, что будут еще расследования, в том числе и о детях, и что этой информации будет появляться все больше, больше и больше. Однако и этого достаточно для того, чтобы все увидели, какой жизнью живет путинский ребенок, и какой жизнью живет ребенок на территории Российской Федерации. И, кстати, о детях в России мы с вами сегодня позже поговорим. Однако позже. Тем временем сам Путин бьет его войска по украинским городам, по украинским детям. Бьет он по Полтаве, уже свыше 50 убитых, уже больше 270 раненых. Это был удар баллистическими ракетами. Я вам напоминаю, кто хочет, посмотрите мое вчерашнее видео, мою вчерашнюю колонку на эту тему. Удар был по институту связи, где обучаются украинские военные, которые специализируются на радиоэлектронной борьбе и на создании, на запуске дроновых систем, и по больнице, которая рядом там стояла. Абсолютно зеленые мальчики и девочки погибли. Многие оказались под завалами. Траур на территории Полтавы, траур по всей Украине. До сих пор эти завалы разбираются. Ну а в ночь, сразу после этой трагедии, Владимир Путин и его войска нанесли страшный удар уже по украинскому Львову. Страшный удар, вследствие которого погибло 7 человек. Были удары по жилым домам. И, к большому сожалению, трое детей скончалось. Скончалось от ран. От этих дроновых атак путинской армии. Это колоссальная трагедия. И мы в очередной раз видим, что Запад разводит руками, он ничего не делает, он беззубый. Что американская сторона говорит, что да-да-да, мы Украине предоставим новую защиту, новые системы ПВО и ПРО. Однако, на самом деле, ничего этого не происходит, к большому сожалению. И это уже очевидно, что Украина не справляется с таким количеством и ракет, и дронов, которых становится все больше, больше и больше. И от Северной Кореи. И теперь новая новость от Бумберг. Летят ракеты на территорию России уже со стороны Ирана. Баллистические ракеты перевозятся. И в скором времени Россия может использовать иранские баллистические ракеты, у которых больше радиус действия, большая дальность полета. И они смертоноснее, чем северокорейские баллистические и небаллистические ракеты. И это колоссальный будет вызов для всей Украины. Тем временем, Владимир Путин уезжает из Монголии. Он уехал из Уан-Батора. И мы услышали с вами, почему, в принципе, власть им Монголии, этой страны, президент этой страны и Кабинет министров и Министерство юстиции не арестовывали Владимира Путина и не передавали его, согласно ордеру Международного уголовного суда, в ГААГУ на суд в отношении геноцида против украинского народа, против украинских детей, кстати, которых он со своим уполномоченным по правам ребенка Львова Беловой увозит в неизвестном направлении и похищает на территорию Российской Федерации. Так вот, власти Монголии заявили о том, что они зависят от российского газа и от российской нефти и вообще географически находятся между Россией и Китаем, занимая при этом нейтральную сторону и не собираются вмешиваться в войну на территорию Европы и не собираются, в принципе, рассуждать на эту тему, потому что они будут и дальше торговать с Россией и будут и дальше приглашать Владимира Путина. Ну а тем временем никакой реакции со стороны Запада, со стороны США или со стороны Европы не последовало. Они просто промолчали, равно как и не было реакции со стороны Международного уголовного суда. Умыли спецоперации Владимира Путина, проглотили, облезались, сказали Путину большое спасибо и поехали дальше. Поставлять Путину запчасти для изготовления его крылатых и иных ракет. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что вооруженные силы нашей страны, вооруженные силы Украины будут стоять бессрочно на территории Курской области Российской Федерации, на территории российского приграничья, где уже ВСУ контролирует свыше 100 населенных пунктов и где они продвигаются в сторону в том числе и некоторых важнейших узовых центров. Это, например, Рыльск. И мы, конечно же, говорим о том, что есть угроза для России, что Украина возьмет под свой контроль и что будет развиваться украинский флаг над Курской атомной электростанцией. Во всяком случае, Курская атомная электростанция и ее руководство готовятся к тому, что, возможно, будут определенные сложности и уже уменьшается производительность этого важнейшего стратегического объекта. При этом Владимир Зеленский, если он раньше говорил о том, что операции ВСУ на территории Курской области это для того, чтобы Россия не продвигалась в сторону Сум, чтобы она не создавала буфер на серой зоне, чтобы она не навела наступательных действий в Сумской области. Ранее он говорил это, что, конечно же, важно было также получить эффект перевода российских войск с Донбасса на территорию Курского региона. Ну а сейчас еще один важный пункт, который озвучил президент Украины, что Курская операция и то, что ВСУ там остается, в том числе одна из целей, это то, чтобы Путин, когда он пойдет на переговоры, чтобы было что обменивать и чтобы у Украины было больше козырей в собственных руках. То есть Курская операция, как мы ранее предполагали, и то, что украинские вооруженные силы там остаются, о чем мы ранее говорили, в том числе и для того, чтобы пополнить обменный фонд не только человеческий, не только военнослужащими, не только срочниками, не только мобилизованными, но также и территориально и с точки зрения энергетических объектов. Потому что давайте не будем забывать, что и газовая распределительная станция на территории Суджи под контролем Украины и что Курская атомная электростанция, о которой я говорил, также может со временем, в зависимости от того, как будут развиваться боевые действия, может перейти под украинский контроль, а это означает прямые переговоры в отношении Запорожской атомной электростанции, которая чрезвычайно нужна Украине и украинской энергетике. Ну и, конечно же, еще одна важная новость текущего дня, а мы сегодня, видите, у нас очень много новостей, так как нет единой какой-то такой целевой новости, то еще одна новость сегодняшнего дня, это то, что в Киеве происходит колоссальная масштабная ротация в составе Кабинета министров, 50% министров из правительства Украины уходит в отставку. Уходит в отставку абсолютно по разным причинам, это абсолютно разные люди и у них абсолютно разное будущее. Ну, условно, например, Александр Камышин, который отвечал за Министерство важнейших стратегических промышленностей, он переходит, вероятно, на повышение в Офис Президента, где будут курировать еще более важные стратегические вопросы. Параллельно Денис Малюйский, министр юстиции, уходит в отставку. Стефанишина, Ольга Стефанишина, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, скорее всего, будет заниматься и евроатлантической интеграцией, и теперь Министерством юстиции для того, чтобы синхронизировать все вопросы, которые касаются непосредственно евроинтеграции и необходимых изменений в украинском законодательстве для того, чтобы, в принципе, эта евроинтеграция происходила быстрее и эффективнее. Это задача, кстати, Владимира Зеленского, который уже сказал, что эти процессы должны все ускориться из-за того, что осень для Украины будет непростой, что осень для Украины будет, скажем так, такой, которая за собой поведет очень много вызовов для украинского государства. Будет, конечно, еще определенное количество отставок. Мы знаем, что уходит министр экологии Руслан Стрелец. Мы знаем и о других отставках. Однако самое важное, наверное, и самое сенсационное, это то, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уже написал заявление и уже складывает себя, полномочия уже уходит в отставку. Спустя, фактически, ну, огромного количества лет, как он находился министром, как он был министром иностранных дел Украины, который прошел и кризис коронавируса, и кризис начала большой войны, и который фактически три года этой большой войны находился вместе с Владимиром Зеленским и был на острие атаки вместе с украинским дипломатическим корпусом. Однако его заменят. И пока что обсуждается две кандидатуры. Это кандидатура Андрея Сибиги, который ранее был заместителем Андрея Ермака, и отвечал за международные отношения. Сейчас он перевелся несколько месяцев назад. Его сделали заместителем Кулебы. Это самая вероятная кандидатура. Ну, еще также говорят о Тачицком, еще одном чрезвычайно профессиональном дипломате, который занимался ранее еще со времен Ющенко и Европейским Союзом, и потом занимался оборонными вопросами с момента начала большой войны России против Украины. Человек, который чрезвычайно умен и чрезвычайно эффективен, и всегда находится на своем месте. Однако здесь важно понять, а почему, в принципе, Кулеба уходит? Почему его попросили уйти? Ну, во-первых, отставка Кулебы, Дмитрия Кулебы, обсуждалась предельно давно. Где-то полгода уже активно слухи об этом шли. Уже рассуждали на тему, кто будет после Кулебы, и почему Кулебу необходимо убирать. Сказать, что Кулебой были недовольны? Нет. В принципе, к нему относились нормально и Зеленский, и Ермак. Однако, сейчас у Зеленского новая цель. Ему уже важно не то, чтобы про Украину говорили, не только пиар, не только информационное постоянное сопровождение и упоминание Украины. Все-таки эта фаза в первые полтора года войны, она завершилась. Сейчас очень важно, чтобы Украина абсолютно малыми усилиями добивалась больших целей, в особенности перед американскими выборами, в особенности и в связи с тем, что огромное количество факапов происходит на многих направлениях. Ну вот, сами посудите. Иран передает барресические ракеты России. И, в принципе, на Ближнем Востоке у Украины нет сильных позиций до сих пор. И Ордания, страна, которая, в принципе, может решить вопросы по одному звонку из Белого дома, делает сейчас для россиян безвизовый режим. То есть, это еще одна богатая страна, которая будет позволять россиянам отдыхать, заниматься бизнесом, отмывать деньги, а российским олигархам хранить там свои сбережения, свои ресурсы в обход санкций. И это колоссальный удар. Ну и, конечно же, удар и по Министерству иностранных дел, и по Министерству юстиции Украины, и по Кулеве, и по Малюйске, этого яжа Владимира Путина на территорию Монголии. И, точнее будет сказать так, отсутствие реакции со стороны Запада. Украина, Киев не могли получить никакой реакции от Запада. Запад просто промолчал. Ну и не будем забывать, что буквально несколько дней назад Дмитрий Кулев был на территории Польши, где он встречался со своим коллегой Сикорским. И снова возник скандал из-за исторических проблем. И Польша снова сказала, что Украина не попадет в ЕС, если не решит с поляками исторические трудности, в том числе, которые касаются Волынской трагедии, где у Киева и у Варшавы тотально противоположны, и вряд ли это изменится, позиции. Поэтому отставка Дмитрия Кулебы была закономерной, даже учитывая тот факт, что уже в Министерстве иностранных дел вернулся Сибига, который ранее был послом в Турции, а потом был заместителем Ермака, главой офиса президента, руководителем офиса президента, и зарекомендовал себя как очень эффективного менеджера. Ну и, конечно, было у нас от других историй, но самое важное, а что дальше будет с Дмитрием Кулебой? Я не знаю, что ему предложат, однако буквально несколько месяцев назад Дмитрий Кулеба мне лично рассказывал о том, как и ряду других журналистов уверен, что сразу после отставки он себе уже нашел, облюбовал место, и он будет заниматься выращиванием овец, что он будет выращивать овец, что он будет заниматься этим делом, что у него будет большая ферма, и что он будет отдыхать от своих обязанностей долгое время за пределами Киева, очень-очень далеко от города Киева, от украинской столицы, и я думаю, что Дмитрий Кулеба останется в истории современной Украины как министр иностранных дел, который не пошел дальше по пути посла или еще какого-то украинского чиновника. Однако очевидно также, что будут и другие отставки, уже говорят о том, что вице-премьер по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Верещук уходит со своего поста, и в принципе это логично, потому что во время войны какие могут быть реинтеграции, когда война изменила абсолютно все, и то, что она, Ирина Верещук, которая ранее хотела быть и мэром Киева, и министром обороны, уходит, это тоже вполне себе логичный факт, не уходит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Невзирая на то, что ходят различные слухи о том, что у него есть определенные сложности в коммуникации и с офисом президента, и с Зеленским, однако многие также говорят, что Денис Шмыгаль абсолютно подходит пока что руководству Украины, невзирая на всякие шероховатости в различных процессах, тем не менее он сохраняет свой пост, и он дальше остается премьер-министром Украины. Уходят многие, некоторые люди, не многие, но некоторые люди и из офиса президента, которые отвечали и за энергетические вопросы, которые отвечали и за ряд других вопросов. В общем, большая ротация в Украине началась. Чем она завершится, пока непонятно. Будет ли это первая волна, будет ли это первая фаза, или мы увидим последующие волны. Время покажет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...